Искушенная модница всем пуховикам и курткам обычно предпочитает пальто. Этот предмет одежды настолько значим и важен, что в модном доме «Я» решили устроить вечер, посвященный пальто во всех его дизайнерских проявлениях. Пальто – это про стили про вкус, это точно. Это всегда более собранный, более дорогой, продуманный образ, нежели пуховик, потому что, конечно, любая спортивная одежда, она будет казаться, наверное, все-таки проще. Это необходимая вещь, в принципе, во все сезоны. Это может быть и летнее пальто, и зимнее, и демисезонное. В качестве спикера – стилист Саша Гаврилова. Еще в начале мастер-класса звучит мысль о том, что пальто должно быть не одно. Вот смотрите, вот это может быть первое пальто, вот это точно в качестве второго пальто. На сегодняшний день тяны и жиры очень любят пальто. Они действительно стремятся именно к пальто сейчас. То есть они их миксуют с спортивной обувью, кроссовки, кеды, с корочными брюками, с джинсами. Это уже говорит о том, что пальто, да, стало действительно популярным не только среди деловых, да, взрослых людей, но даже среди молодых. Если спросить о том, какие пальто сегодня актуальны, специалисты на этот вопрос будут отвечать долго и с воодушевлением. Клечатое пальто – это вне конкуренции, потому что оно всегда и современное, и стильное, и тренд никуда не уходит, и принт никуда не уходит, мы его носим. На пару сезонов у нас пальто миксуется больше со спортивным шиком, и уже как классику его рассматривать, ну, в принципе, неинтересно. Если вы посещаете приемы, это одно, а если в повседневной жизни, то, понятно, кроссовки, пальто, спортивная шапка, и, в принципе, образ сложился сразу. Пальто силуэт оверсайз остается, и я думаю, еще долго будет оставаться в наших гардеробах, потому что оно у нас делает такими хрупкими и изящными. Классическое пальто тоже присутствует. Единственное только, чтобы это не было слишком вычурно, его можно разбавить спортивными элементами. Принт в этом сезоне представляет очень много дизайнеров. Это также флористика, может, какие-то этнические мотивы. Ковбойская тематика читается в пальто в виде конструктивных линий, что дает, конечно, большой разбег для фантазии художника. Можно пальто выбирать одного силуэта, но разных цветов, ты все равно будешь всегда смотреться и выглядеть по-разному. По поводу леопарда, сказала бы, чем вы слаще, чем вы роскошнее, чем более женственного фигура, тем меньшее количество леопарда вам нужно на себя надевать. То есть тогда приведите этот леопард в детали, в отделку карманов, например, в какой-то шарфик, может быть, это сумка будет леопардовая. Среди гостей вечера много тех, кто уже давно подсел на пальтовую тему. Но есть и такие, кому только предстоит открыть для себя эту универсальную идею. Ношу его круглый год, то есть зимой сейчас, весной, теплые, такой дни сезонные, летние. Я не очень умею носить пальто, именно поэтому я здесь. Я еще не пробовала отшивать пальто, и это тоже опыт. Решение всегда находится внутри вас. Как это делается? Надевайте, смотрите на себя в зеркало. Если вам нравится, значит, это ваше. Здесь главное начать. Попробовать, поэкспериментировать, изучить себя в контексте этой темы. Совет профессионала, кстати, тоже не будет лишним. Продолжение следует...